Благодарен организаторам за оглачение и за представленную возможность поделиться со своими тезисами по той дивански, по той повестке, которая смутится из Саджикистана по вопросам будущего и настоящего ОБКД. Как уже ранее спикеры сказали, ОБКД, как структура многозванного сотрудничества доказала свою способность, эффективность и структуру событий, которые прошли в Казахстане. Уже было много сказано о угрозах и вызовах, которые стоят перед государственными членами, но с учетом того, что сказал поздравимый Рам Сафарян, не всегда у вас появляется возможность, если вы услышали преступление спикеров из Саджикистана, хочу поделиться с вами по поводу нашего видения ситуации в Афганистане. Поскольку вы прекрасно знаете, что начиная с момента подписания ДВВ по коллективной безопасности в Майе, в Зиму, в Афганистане, и создание ОДКВ как по оценной структуре в Майе 2002 года, вопрос предотвращения экстремизма и терроризма, исходящего из ЮГР, то есть ЮГР, государство Кленов, то есть именно из Афганистана, он был одним из ключевых. И то, что сегодня происходит в этой стране, оно непосредственно влияет на все страны. Я думал, что это мало касается Армении, но вчера, во время нашей беседы, я объяснил, что то, что происходит в Афганистане, оно в какой-то степени тоже касается Армении. Я надеюсь, вам будет интересно. Что произошло в августе 2021 года в Афганистане? В первую очередь, с нашей позиции, то есть с позиции наших экспертов, это понимается как очень-очень интересная, организованная передача и подарок власти, администрации Кленов и его ближайшего окружения, и представителями движения Талибан, поскольку они на одном мотоцикле, практически не имея никакого оружия, они начинали уже захватывать с июня, с июня, начиная с июня, в июле и начале августа, они в одном мотоцикле захватывали центральную провинцию, то есть центральную часть провинции. И это был величайший сговор, который мы наблюдали, поскольку многие из представителей местной двери, они были либо куплены, либо подготовлены, что они поступательно сдавали все позиции представителям Талибану. И особых боевых действий для захвата власти, в принципе, не было. Ну, если это смотреть с той позиции, которую опубликовали в том числе в абганских СМИ, к нашему счастью, я не знаю, или, к сожалению, мы можем все это читать, смотреть в оригинале, понимать, поэтому не всегда то, что было в этой стране, оно опубликовалось и освещалось русскоязычной фрессой. К будущему событию в Душанбре готовились волно, и уже после, уже, скажем, с разрештатением ситуации в этой стране, в 2019 году, Душанбре и другие столицы в Центральной Азии готовились к тому, что произойдет что-то такое невероятное в Афганистане. А истоки этой самой ситуации начались когда? Это, в первую очередь, 2008 год, когда северные провинции Афганистана, которые и во время нахождения ограниченного консидента советских войск, и во время первой власти Талибана, это были довольно стабильные и безопасные провинции. А вот начиная с 2008 года, в этих провинциях неопознанными вертолетами начали появляться боевики иностранного происхождения, а уже в 2013 году Пакистан провел в Азианистане войсковую операцию по уничтожению иностранных боевиков, в том, что, соответственно, многие из них и членов их семей прошли через головные перевалы и уже начали находиться на северных провинциях этой страны, в первую очередь, Падашане, Пахаре и в этих провинциях. И уже с этого года ведется с углублением ситуации для Таджикистана и для других государств из Центральной Азии особую опасность представляют именно экстремисты Центрально-Азиатского происхождения, которые аффилированы как в составе различных групп Ал-Каиды, в том числе, организации Центрально-Азиатского происхождения, в первую очередь, ИДУ, Исламское движение, движение Ансулулах, и в том числе, Исламское движение Восточно-Таджикистана и другие. И поверьте мне, что каждый раз появляются такие интересные названия, объединяются в разные группы, разделяются в разные группы и все таковое. И в этом плане, в 2020 году, уже после подписания договора, мирного договора дохли в феврале, у нас в стране начали очень серьезно готовиться, и на фоне очень серьезного ухудшения ситуации в июле было проведено совершение Совета безопасности, которая первоочередно касалась вопроса защиты границ в 2020 году, в южных границ Таджикистана. Для информации хочу сказать, что Таджикистан является вторым государством после Пакистана, который имеет самую протяженную границу с Афганистаном. И вот здесь имеется один момент, я хочу это отметить, что именно в июле и в августе в Таджикистане имеют такой реальный характер для Центральной Азии. А другой ключевой момент является то, что Таджикистан и в первом праздновании Таджикистана, это 1996-2001 годы, и начиная с 15 августа 2021 года, не имеет никаких отношений с Таджикистаном. То есть мы последовательно в течение 25 лет считаем, что, то есть не признаем Таджикистан, наша страна пока не имели официально то, что было опубликовано, и этому больше всего предъявляются многие эксперты, не проводили ни политические, ни дипломатические консультации с этим движением. И это в первую очередь связано с тем, что в нашем восприятии, в страновом восприятии, когда мы имеем опыт гражданской войны и когда из одной стороны в нашей гражданской войне выступал политический слав, взаимодействие подобного рода с структурами, в том числе и с Таджикистаном, он может под краткосрочной перспективой дать какие-то, я не знаю, какие-то гарантии. Но в долгосрочной перспективе их опыт, их мировоззрение и то, что они сегодня делают, оно имеет очень серьезную угрозу для формирования и для развития сельского общества. И в этом ключе еще нужно добавить фактор боевиков и организаций центрально-тирадского происхождения, которые в первую очередь очень серьезно аффилированы с Талибаном. Поскольку вы прекрасно знаете, что Талибан как боевые ударные группы использовала их силы для захвата многих северных правительств Афганистана, и сегодня они фактически находятся в этой стране. В иностранной СМИ, то есть в западной СМИ и у нас в пространстве, в постсоветском пространстве, очень много говорят о активизации ИГИЛ, которую также называют филиалом ИГИЛ для Афганистана. А вот эти товарищи, они безусловно очень расстроены, очень воинственно. И в апреле и в мае мы уже зафиксировали два инцидента, когда с использованием территории Афганистана якобы в позиции ИГИЛ и в позиции журналистов Афганистана были осуществлены удары в Афганистан и в Афганистан. То же самое, вот это прецензивание было подтверждено представителями госструктуры Афганистана. Но, несмотря на это, в журнале, известном таком изданном дипломат, написали очень интересную статью про активизацию ИГИЛ в Афганистане и о возможной активизации этой структуры против государств, именно северных соседей Афганистана. Нельзя наблюдать, что в этой структуре находятся также граждане из стран Центральной Азии, Афгазы, в принципе. И по информации одного из бывших чиновников прошлого правительства Афганистана, главой всей центроазиатской боевой группировки в Афганистане, является очень интересный прецедент гражданин Казахстана. В чем принципы озабоченности Афганистана в связи с событиями в Афганистане? Первое, это то, что во многих двусторонних и многосторонних форматах, в том числе в формате ОДКБ, было обозначено, что противодействие терроризму, хард-фактор, является одним из важных факторов обеспечения региональной безопасности. И на фоне последних изменений в Афганистане, активизации Игоря Харасан, именно вопрос противодействия к снижению терроризма, оно преодолевает новые законы. Поскольку то, что случилось уже в августе 2021 года, оно существенным образом изменило характер потенциальных вызовов и угрозов от террористических групп, в разряд реальных и более актуальных. Второй момент, сама практика Талибана, именно силовой захват власти и формирование Исламского Эмирата, может активизировать маргинально настроенные группы в государствах Центральной Азии. И прецедент Талибан, он существенным образом меняет систему обеспечения безопасности в Центральной Азии. Поскольку мы видим, что мы уже в своем информационном пространстве, в национальном контенте, мы видим, что звучат какие-то призывы по формированию позитивного имидия Талибана, как структуры, которая якобы боролась с международными, то есть иностранными интеллигентами, и якобы их победила. Если смотреть тот контент, который публикуется Талибаном и проталибскими структурами на персидском языке, то вы можете полностью это увидеть, что они называют себя группировкой победителей США и всего Запада в очередной войне, которая была в Афганистане. Но примитивный анализ, то есть обзорный анализ показывает, что это действительно так. И третий момент, то, что я уже сказал, мы имеем вторую определенную границу с Афганистаном после Пакистана. И сегодня вот в этих именно северных провинциях уже в течение последних десяти лет идет очень активная консультация иностранных боевиков, в том числе именно центрально-азиатского происхождения. И самое интересное, эти структуры, эти группировки в первую очередь угрожают своим собственным странам. Если помните, когда 29 февраля 2020 года был подписан мирное соглашение в ДОФИ, и ДУФ сделала видеопризыв, который праздравила талибанскую победу и в том числе направила целый букет угроз к Узбекистану и другим странам Центральной Азии. То же самое, какие призывы были услышаны со стороны Джамуракан Царуло, который имеет Каджикистанское происхождение, о том, что общий призыв заключается в том, что они хотят повторить то, что талибан сделали в Афганистане и в своих собственных странах. И вот на этом фоне завеления талибан по поводу того, что они не дадут возможность использовать территорию Афганистана для осуществления боевых или других угроз или выпадают вас в форуме с соседями государства, но не держат критики, поскольку эти группировки находятся под защитой талибан и под той информацией, которую мы читаем из информационных ресурсов, публикующих на персидском языке. Некоторым этим людям уже предоставлены гражданство Афганистана, и, к сожалению, они могут свободно перенесаться, имея афганский посоль. Но, несмотря на это, у наших экспертов есть некоторые оценки о перспективах физического принадлежения экстремистов центрально-азиатского происхождения в нашей стране, поскольку именно в нашей стране. И здесь нужно учитывать несколько тезисов. Первое. Талибан все-таки это зависимая структура, которая без согласия ключевых поврежденных и афганистических взрослых не пойдет на такой шаг. И, имея, по нашим оценкам, имея очень серьезные, можно сказать, противоречия с Афганистаном, они, любая их пенсия против Афганистана, она может оцениваться как провал практически их 9-месячной политики по отделению собственного имидзя и по формированию нового имидзя, что якобы тот правительство Талибан, которое было в 94-21-х годах, и нынешнее правительство Талибан, оно отличается. Второе. Второй момент. Иностранные политики по численности их немного, тем более они уже женились, у них дети, и они живут в запасоведенных провинциях и выполняют определенные обязанности структуры безопасности этих регионов. И самый третий момент заключается в том, что идеи именно и религиозные убеждения, которые офишируются и практикуются сегодня боевиками Центрального Азиатского производства в Афганистане, оно существенным образом отличается от практики, которую мы видим в Центральной Азии. И в итоге. В итоге, что я хочу сказать. Для государства ВКП движение Талибан является запрещенным.